Яркие астрономические события часто становятся основой информационными поводами для новостей. Какое-нибудь суперполнолуние или лунное затмение, или что-нибудь красивое, что вы можете наблюдать, падающее с небес. И 8 апреля 2024 года будет полное солнечное затмение, но не везде можно будет его посмотреть. В России, к сожалению, в этот раз затмение обойдет стороной. Но давайте посмотрим, вот здесь вот на сайте обозначен путь, каким образом, где можно будет видеть лучше всего это полное солнечное затмение. Но вот максимум, наверное, инфографики, который можно придумать, ну вот как идет это затмение, где его можно наблюдать. Но если у вас есть креативный мозг, вы задаете себе вопрос, как это солнечное затмение может повлиять на ежедневную жизнь людей. Что изменится, что будет необычного в поведении жителей, ну, например, вот тех мест, мимо которых будет проходить это прекрасное событие. И что делают креативные люди? Они ищут данные, что поменялось, либо что поменяется, что ожидается, вот связанное с этим затмением. Совершенно прекрасная инфографика – это занятость Airbnb. То есть люди арендуют на конкретное время квартиры, дома и разные места, где можно провести время. Давайте посмотрим. Она в динамике совершенно прекрасна. Значит, 2 апреля смотрим. И сейчас я запущу гифочку, она будет меняться. Обращайте внимание на дату в левом верхнем углу. Третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое. Мы видим очень четко на 8 апреля, очень четко видим, собственно, путь. Занятость. Занятость стопроцентная. Сравним это с тем, как пойдет затмение. И видим прекрасную корреляцию между этой линией и линией занятости съемного жилья. Вообще вот этот принцип подумать, что обозначают эти данные, как жизнь может поменяться. Она, собственно, и приводит нас к интересным темам для публикаций. Вот другой проект 2017 года, менее радостный, но очень-очень важный и значимый. Он о поселениях беженцев в Бангладеш. И вот здесь рассказывается о гуманитарной катастрофе, фактически, которая там происходила. И как раз помимо фотографий, как это выглядит, мы видим карту, как организованы эти лагеря. И дальше точками на них обозначены это у нас туалеты. То есть, естественно, огромное количество людей, каким-то образом должно это быть организовано, никакой, естественно, централизованной канализации. То есть, вот это вот спонтанные стихийные точечные туалеты, выгребные ямы, которые в этом лагере в огромном количестве. А дальше следующие точки накладываются. Это водные насосы, собственно, откуда люди берут воду. И когда вы их наносите на карту, вот у вас есть две карты с точками. Где туалеты и где вода. Совмещая эти точки между собой, вы, собственно, видите, как они между собой тесно пересекаются. И, естественно, это всё приведёт к холерии, к заболеваниям и к большой-большой трагедии. И тогда вот, собственно, картинка конкретного отдельного случая, когда туалет находится рядом с водной колонкой, приобретает, собственно, масштаб. Мы видим одну конкретную историю, но понимаем, что таких точек совмещения огромное-огромное количество. И таким образом этот график убеждает, что с этим точно нужно срочно что-то делать. И, собственно, эти данные становятся наглядными, а не просто точка с координатами или какие-то данные из таблицы. Собственно, сила визуализации в этом и есть. Но когда вот этот пример привёл Александр Богачёв, один из наших самых крутых инфографиков, у нас был с ним вебинар, он как раз рассказывал про вот этот кейс. Самое первое, что, конечно же, я вспомнила, это карта Джона Сноу, карта Холеры в Лондоне, середина XIX века, 1757 год, где, собственно, вот этот принцип логического размышления и работы с данными в яркой форме и был представлен. Значит, Холера. И в то время считалось, что она распространяется через грязный воздух. И когда врач Джон Сноу нанёс на карту точки, где были умершие, где были заболевшие, то за счёт концентрации данных было выяснено, какой, собственно, конкретный водяной насос был заражён. И, отломав ручку от него, собственно, получилось снизить количество заболеваний и затем уже справиться с этой болезнью. То есть, смотрите, какие разные истории можно придумать, можно увидеть, можно найти. На самом деле, конечно же, не придумать, а найти в качестве тем для публикации. Подумайте, что в вашей сфере может быть нанесено на карту, чтобы посмотреть, поискать какие-то зависимости, либо какие-то аномалии, любая аномалия, любая корреляция или гипотеза, что какие-то явления связаны. Всё это становится основой для материалов. Продолжение следует...